Друзья, всем привет! С вами Санек и сегодня очередной видос про сверлильный станок из Китая, поэтому видос будет длинный, разговаривать буду много, рукой махать в кадре буду постоянно, также в грязной перчатке. Кому-то не нравится, ну мужики извините, есть другие каналы, более интересные, не смею задерживать. Ладно, хор и ля ля, давайте покажу, что я сделал и для чего я это сделал. Итак, обо всем, как говорится, по порядку. Сверлильный станок, повторюсь еще раз, из Китая, кто не видел видос распаковки, ссылочка будет в углу. Переходите, смотрите, теста, точнее обзора на него еще не делал. Пока тестирую, выявляю плюсы и минусы, и немножечко улучшаю и модернизирую. Писали в комментариях, Саня, лучше бы ты взял советский станок, было бы намного надежнее, намного жестче, намного удобнее. Друзья, ну я изначально, вот сейчас я буду раскрывать все секреты, все секреты еще до покупки станка, выбора станка. Я уже продумал кое-какие моменты, а теперь я просто ими делюсь и внедряю сюда. Ну постепенно, потому что сразу вам все рассказать, потом в дальнейшем, ну а что вам потом показывать? Верстак, просто верстак. Шучу. И теперь сейчас вот внедряю все эти, те задуманные вещи, которые планируются применять к этому станку. Да, вопросов нет, выбор был огромен, выбор был великий. Можно было взять станок на ремне с двигателем, да. Ну я остановился на этом варианте, потому что он бегает по стойке вверх-вниз. Также же вот эта голова вся снимается со стойки свободно путем развинчивания вот этих трех винтов, да. Плюс он еще позиционируется, ну я думаю, понятное дело, да. Более тонко. Вот имеется функция вот эта доворота, то есть, ну сейчас если не упадет коронка вниз. Конечно, хотел показать. О, доворота, поворота, разворота. Ну вот так это пощупу. Пока. И перемещение по стойке. Итак, ладно. Ближе к делу, как говорится, да. Кто-то напишет, много разговариваешь, много разговариваешь. Да буду разговаривать сколько хочу. Вот. Былась готовлена... А, по порядку, друзья. Ну по порядку, правильно, да. Под него были сделаны тесы. Вот такого плана. Большие, мощные тесы. Взамен вот этим китайозовским тесочкам из не пойми чего. Видео по тесам тоже есть. Останавливаться много на них не будем. Ссылочка также где-то вверху. Кто не видел, заходите, смотрите. Как сделать гайку, вот эту, в домашних условиях. Ну, в принципе, могу запилить видосик. Но это механизм заводской, покупной. Это литое. Ну, немножко позже. Сейчас не до него. Не до них. Дальше. Снимаю все с первого кадра, мужики. Поэтому вот сейчас каша в голове. Пытаюсь как-то все по полочкам разложить. Ну, я думаю, будет понятно. Так, все сами разобрались. В общем, станок имеем. Тесы мощные имеем. И теперь, самое интересное, это дополнение. Была изготовлена вот такая вот пластина 15 на 15 сантиметров. Кому нужен размер. Делось это все индивидуально, по месту. Кто-то захочет повторить. Мужики, все по месту. Все расчеты, все вот эти сверления. Все делалось по месту. Я ее еще не тестил. Сейчас я буду вместе с вами ее проверять. Работает, не работает. И так, как говорится, будет интереснее. И мне, и вам. Было просверлено, наверное, количество отверстий. Три вот этих в ряд на 10 нарезана резьба. Также аналогично, симметрично, параллельно здесь. Три отверстия, резьба на 10. Три отверстия вот эти на 8 тоже с резьбой. Дальше два еще отверстия. Для чего? Сейчас покажу, куда это будет ставиться, устанавливаться и применяться. Кстати, забыл сказать. Пластина 10 миллиметров толщиной. Итак, строю тракторичку. Пришло время установить мост на свое законное место. В общем, изготовил вот такие вот уголки. Они были чуть подлиннее. Я их, вот такие 4 штуки, я их обрезал. Сделал того размера, который мне нужен. Здесь просверлено отверстие на 16. Просверливал на сверлилочке. И теперь, мужики, надо просверлить также отверстие на 16 в раме. Ну, по чесноку сказать. Это уже как бы поднадоело ее. Вверх-вниз, вверх-вниз. Каждый раз тягать, я лозить. Это сейчас мост скинь. Раму как минимум опустить надо на пол. Потом это все ручной дрелью. Ну, той самой мощной. Дело просверлить. Ну, или сверлом на 16. Ну, как-то коронкой и полегче, и поудобнее. Ну, позиционировать коронку, я уже позиционировал. Эти коронки, вот они. Беззубые. А что я храню, я не знаю. Тем, которые вообще... Ну, те, кто смотрит канал, те знают, да, что вот такие вещи, вот один зубчик остался. Неудобно ручной дрелью коронками сверлить. Ну, и уже как догадались, да? Эта дрель будет сверлить вот здесь отверстие коронкой. Рама тяжелая, понятное дело. На верстак ее не запереть. В общем, не подлезть, не подойти. Мобильность. Помните, я говорил в прошлых видосах, мне нужна мобильность. Так вот. Эта мобильность сейчас будет присутствовать здесь. Так. Много разговариваю, знаю, мужики, знаю. Поэтому давайте сейчас этот мост вот так вот отодвигаю. Даже снимать не буду. Вот прям вот вместе, вместе с вами его отодвину. Просто. Раз, раз, чекирю. И вот так вот его. Для удобства просто рукой отодвину. Давайте поставим эту сверлилочку на раму и просверлим отверстие коронкой на 16. В идеале, конечно, было бы иметь магнитную стойку. Но она стоит сумасшедших денег. Поэтому вот эти вот тисочки, при помощи вот этой пластины, помогут мне закрепить сверлильную стойку прямо на раме. В том положении, в котором мне нужно. Вот. Положение здесь, ну, сами посчитаете в процессе. Я даже со счета могу сбиться, потому что буду много сейчас разговаривать и показывать. Как бы нет у меня задачи все эти моменты считать. Закрепляю пластину на тисы. И на пластину креплю стойку. Кому интересно, ну, давайте быстренько покажу. Ну, потому что, ну, потом ворочать со стойкой их будет немножко сложновато. Тисы можно расположить вот таким вот образом. Зажать. Пластину закрепить с этой стороны. Как будет она крепиться, покажу. Соответственно, стойка будет торчать в сторону. Тисы можно закрепить, чтобы винт не мешал. Вот таким вот образом. Но здесь возможность появляется закрепление вот этой пластины не только здесь, но и сверху. То есть стойка будет стоять вверх. Это другой момент, да. Ну, не, можно и не с этой стороны, а с обратной стороны. Как бы, положений, я же говорю, максимум сюда влазит вот 14-й швиллер. Дальше. Также можно закрепиться вот таким вот образом. Если мешается винт, его можно также поставить со стороны. Да, где ты там, давай, зажимайся. Вот. Со стороны внутренней рамы. Ну, чуть поровню. Вот. И закрепить пластину либо с этой стороны. Здесь она еще будет иметь возможность позиционирования. Либо с этой стороны. Думаю, понятно. А теперь наглядно. Снимаю дрель со стойки. Снимается очень легко. Вот таким вот ножки образом. И легко и просто. В дальнейшем, в дальнейшем, друзья, я эту стойку оставлю на той пластине. А сюда, на постояночку, сделаю другую и более высокую. Чтобы лишиться, точнее, убрать вот эту вот манипуляцию с перестановкой. Голова эта снимается быстро. Поэтому ее перекидывать можно будет очень быстро. Вот. Если в этом будет, мужики, необходимость. Как-то так. Так, ну, тисы не буду снимать. Давайте в этом положении прикручиваю пластину, друзья. То есть, понятное дело, да? Я думаю, понятно. Здесь шесть и здесь. Крепить буду вот на среднее. Но это чисто, ну, мало ли что. То есть, я думаю, двух болтов мне хватит. Если надо будет, можно на четыре закрепить. Ну, при необходимости можно их по краям закрепить. В общем, делаю, делаю так, как мне нравится. Вот здесь по краям, по краям были просверлены. Ну, не знаю, просверлил. Можно было не просверливать, а просто насечки сделать, да? Ну, просверлил, потом треугольным напильником здесь распилил. Да и все. Эти, вот так вот они идут сюда и вот так сюда. Крест-накрест через центр стойки. Сверлиться мы будем вот здесь, в центре швеллера. И примерно, приблизительно, на глаз, ориентировочно ставлю здесь, на центр. Да, и с этой стороны тоже выравниваю, как бы, на центр. Все, здесь будет стоять стойка по центру. Ну, не знаю, зачем сделал. Ну, сделал. Все, затягиваем. Ну, тут болт, видно, да? Находится над швеллером. Там, ну, у меня размер так сделанный. Здесь сантиметр зазора. И чтобы затянуть его, тут ключу места хватает за глаза. Поэтому сейчас покажу. Никаких проблем. Можно еще по болту добавить. Эти уже здесь не совпадают. То есть, такой вот универсальный крепеж. Как нравится. Ну, все, теперь, мужики, затягиваю. Единственный момент. Вот сейчас будут крепить стойку. Не знаю, может длинные болты быть. Поэтому, либо другие возьму, либо те подрежу. Ну, так, притянул. Теперь креплю, креплю. Ага. Косячок, друзья. Эти болты длинные, стойка не залазит. Вот, я же говорил, я еще не пробовал. Поэтому, делаем чик-чик. Все, лишние болты спилил. Так, чтобы они, мужики, не мешались. И теперь закрепляю стоечку на свое, корица, законное место. Не знаю, вот этой длины немного будет. Сейчас посмотрим. Если что, по шайбушечке подложим. Да, вроде, по длине должны быть в самый раз. Все, отлично. Довольно-таки неплохо и мощно. И остается только закрепить сюда, мужики, саму дрель. И подвести ее туда, куда надо. Единственное, надо поставить коронку на 16. Итак, коронку поставил на 16. Очень удобно позиционировать. Опустил. Кисы подвел туда, куда мне надо. Все. Сейчас оно настроено строго на намеченное мужики отверстие. Ну что, подключаем и бурим. Поэтому, что тут, кого тут ждать? Мы ждать никого не будем. Маслица взять немножечко. Сверлочка это уже пересверлила. Капец сколько. Поэтому сверлю на третьем положении. Маслица. 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 пружинку убрал поэтому приходится доставать все это дело вручную меняем положение струбцины меняем положение пластины и принципе все и бурим следующую с той стороны если не менять положение то перестановка производится очень быстро но я все-таки хочу эту пластину закрепить вот сюда неудобно поэтому смело и отодвигаем и откручиваем при этом стойку откручивать от пластины абсолютно никак не обязательно кстати болты длина болтов очень даже хорошо ставить буду вот так закрепляем тисы немножко неудобно сначала потом все будет легче и откручиваю два крайних вот этих болта откручивать буду наверно гайковертом если по резкому найду эти болты коротенькие эти чуть подлиннее уже подогнаны по размеру центральный не откручиваем становится вот сюда в 30 . ну и дальше просто закрепляю все это дело сейчас посмотрим каким какой стороной лучше ну так более более по центру они чуть смещённые специально все повторяюсь делать по месту для определенных задач и также накидываем голову назад сначала чуть-чуть не доходя до швеллера чтобы можно было подвинуть его туда куда нужно эти пока не зажимаем этого достаточно и пододвигаю мужики подвожу прямо прямо вот даже можем проверить все отлично зажимаемся вот таким образом теперь фиксируем жестко на стойке и сверлимся давайте переставлю с этой стороны ну чё погнали второе буронем до конца зажимаем Готово. Останется вот только достать вот эту загогулина, уже пошла. Ну вот как-то так. Второе отверстие на 16 просверлено. Сов подушечки, мужики, стопроцентные. Вот. И как вариант можно еще ее закрепить не только вертикально, но и горизонтально. Я даже вот пластину эту не переставлял. Это как вариант. Вдруг когда-то придется где-то забуриться на таком неудобном, вот как здесь стоит на козлах. Все это шатается. Давить дрелью как бы тоже не вариант. А здесь она закреплена жестко довольно. И этого достаточно. Ну и теперь, как говорится, господа, знатоки, ответьте мне на такой вопрос. Если бы я купил другой станок с теми же самыми ремнями, с подвижным столиком, либо наш хороший, мощный, суперточный, супертяжелый станок, смог бы я сделать универсальным его? Конечно же нет. Ни один, ни другой. Поэтому повторюсь еще раз. Все это было задумано еще до стадии покупки. Вот такие вот дела. При необходимости тысяча вариантов использования. Так что, друзья, на этом будем прощаться, наверное. В принципе, что хотел, то я сделал. Единственное, повторюсь, эта стойка останется на этой пластине в дальнейшем. А здесь я изготовлю более мощную и более высокую стойку. Кому понравилась идея, палец вверх. Жду комментариев. Всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok